Еще больше златоустовцев могут рассчитывать на бесплатные социальные услуги. В России вступил в силу соответствующий закон. Оказывать бесплатную помощь на дому или в стационаре будут тем, чьи доходы не превышают полуторакратного размера прожиточного минимума. Нина Кимовна, доброе утро. Своим ключом, кроме хозяйки, дверь в эту квартиру может открыть социальный работник. Дважды в неделю Нина Лыбкина радуется встрече с настоящей помощницей и доброй подругой. Именно так женщина называет сотрудницу комплексного центра защиты населения. Вместе с продуктовой корзиной пенсионерка получает и порцию позитивного заряда. Со своим соцработником Натальей Климановой уже на протяжении трех лет женщина говорит по душам и обсуждает политическую повестку. Два раза в неделю они приходят и покушают, принесут, и лекарства купят, и по дому помогут. Потом они еще заботятся о моем духовном развитии, покупают литературу, приносят кроссворды. В общем, заботятся о моем досуге. Правила, по которым Нина Лыбкина и другие нуждающиеся получают помощь, в этом году претерпели изменения. С 1 января в силу вступил новый федеральный закон, в нем – основа социального обслуживания граждан. Расширяется круг лиц, которым социальные услуги будут предоставляться на бесплатной основе. К таким категориям относятся дети, граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, граждане, чей средний душевой доход не превышает полуторного размера прожиточного минимума. Для сравнения, до последнего времени показатель был на уровне одного прожиточного минимума. Получается, что теперь бесплатную социальную помощь будут получать еще больше золотоустовцев. Кроме того, они сами вправе выбрать поставщика соцуслуг. Им может быть как государство, так и общественные и коммерческие организации. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok